Привет! Совсем недавно был запущен основной Романов Крафт, а после Академия. Карты много раз менялись, Шимишу это особенно не нравилось. Мы тестили разные сборки, споры, паразиты различные, даже с Минхром Зе Фок играли. Однако пришли к сборке без модов на заражение всяких Минхром Зе Фок, которые могли сломать твою постройку. Однако был даже мод Create, ну и от него мы тоже отказались. Иии... В общем это Романов Крафт 2 Рестарт. А что собственно случилось? Новый мир? И склад с другими поставками тоже Д строил? Да и почему сервер перезапускается? Отвечу сразу, что прошлые карты Академии умеют храняться все еще на диске Д, вместе с модами. Храниться они будут ровно до сентября, поэтому если вам нужна карта с полным списком модов, то пишите в комментарии, когда скину ссылку на скачивание, а после сентября этого делать уже нельзя будет. Итак, сервер пришлось перезапустить из-за... Нет, ничего особенного не произошло. Просто на основе было онлайн 2 человека, а на Академии постоянно 4-6 человек, и мы не смогли найти способ по-другому как восстановить актив на основе. Именно поэтому все академовцы попали на основу, и Академия ждет новых игроков. Посмотрите видео по подсказке, если хотите стать частью проекта, то пишите мне в ВК. Обсудить все мы создали сборку из таких модов как... Алекс Кейвс, Алекс Мобс, Борн Хаус, Краптопия, Френт энд Фоис, Гриф Логгер, Инфинити Трейдинг, Айрон Спеллс Букс, Модное Вино, Рэдс, Тетра, Зомби Авернесс и даже Войсчат. Ну а перезапуск начался чуть ли не с бана игрока. Ну я, конечно, не утверждаю пока что, но просто посмотри, как там прокопано. На минус 59-ом. Сейчас, сейчас я тебе покажу. Посмотри, челек у него прокопано. Вот, здесь чуть-чуть. Блядь. Вот здесь чуть-чуть. Вот здесь прям чуть-чуть. Прокопано. Вот, он, видишь, как он прокопал? Это тупо X-Ray. Ты когда-нибудь так копаешь? Просто прокопал, потом в сторону, и потом ушел, просто чуть-чуть прокопал. С одной стороны ты прав, с другой не на 100% доказано. Но ничего страшного, все обошлось. Ведь в Амре оправдался тем, что ходил в пещеру, да и тем, что у него не так много ресурсов и алмазов с этого. А у нас не было весомых доказательств для бана игрока. Ну и дальше все шло своим чередом. Шимиш поселился вдали от спавна, аж в 750 блоках, а Фаузи так вообще в неизвестном направлении в 2К блоках от спавна, по словам Прайка. В Амре построил коробку, которая, кстати, мешает моему лесу. Мда. Ирки потихоньку подтягиваются, кто-то даже в первой своей жизни решает послать масштабный проект, то это именно узнаете потом. Ну а также как Шимиш просто решил построить дом на болоте. Путешествовать идти по пути магии, и где-нибудь в городе основать свой магазин, который назовет, как обычно, из жопы мира. Ну, хоть по факту и полезно. Но кто-то, как я, будет делать небольшие и средние проекты, пополняя город жизнью и активно участвовать в жизни сервера. Сначала с Прайка мы кидали лестницу в шахте. Самое важное, это удобство. Также я её оформил, добавил туда мини-лавку, свою из жителя-шахтёра, которого растрогал до алмазной кирги. Были также неудачные проекты. И даже красивые. И оформленные с чердаком под бар с вином. Поэтому, если кто-то смотрит из игроков, торопитесь, вы можете купить этот этаж и торговать там вином. Оценя договоримся. Ну а снизу располагается храчевня. Там вы можете с жителем торговать, если думаете, что я мошенник. Или же если доверяете и вас не кусает цена. Купить еды, ну не прекрасно ли, да? Однако, следующий проект чуть-чуть отличается от предыдущих. Данный проект является маленьким, но в нём есть идея. В то время как проект выбрал масштабный проект в виде гигантской башни, как он говорит, пока не буду. Всё, узнаете, как только проект будет закончен. Я выбрал проект, на котором можно будет зарабатывать ценные ресурсы. Итак, проект будет представлять из себя сарай, где будут сидеть два жителя. Один лучник, который запер в себе в складе. И лесник из мода More Villagers. Ну и самое главное место, где будет происходить выплата. Нет, я не буду стоять и не буду платить игрокам за стаки нарубленного дерева. Они сами будут приходить в лес, который находится рядом с сараем. Рубить брёвна, дальше нести их в сарай и за стак нарубленной древесины брать награду любую на свой выбор. А выбрать они могут в качестве награда один любой слот. В качестве награды буду предоставлять редстоун, золото, железо, изумруды, медь, уголь и даже олазы. Да, просто как приходишь на подработку, работаешь не по времени, а по объёму работы, просто рубишь несколько стаков бребен, ложишь их на склад, а на кассе берёшь за один стак один слот награды, которая тебе нужна. Итак, концепция готова, думаю всё поняли. Ну и вот как выглядит данный шедевр. Ты можешь нарубить дерево, прямо там перекрасить его в палке и заработать много изумрудов. А если нужны другие ресурсы, например алмазы, то за стак можешь получить награду. Ну и небольшой бонус. И как вам нужны книги, а для книг нужна что? Правильная бумага. Ну и для бумаги тростник. Именно поэтому я послал ферму тростника, но она немного необычно оформлена. Итак, когда тростник вырастает, наблюдатели их замечают и поршни их срубают. Сам он катится в сундук, а когда выйдешь на улицу, хрен ты заберешь этот тростник. Нет, он не исчезнет в пустоту. Он попадает в ещё один сундук, а вокруг него есть лавка и на самом сундуке ценник за 32 штуки тростника. По ним можно назвать первым автомагазином на сервере. А я пойду делать следующее видео, и ты не забывай ставить лайки и писать комментарии. Подписывайся, ведь меня это мотивирует на создание нового контента. Спасибо, услышимся в следующем видео.